Добрый вечер! О событиях уходящего четверга вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Андрей Сидорчуков. Смотрите в нашем выпуске. Вот сейчас полтора миллиона человек останутся за бортом. Улитка против Платона. Дальнобойщики продолжают участвовать в акциях против введения платного проезда по федеральным трассам. Здесь у нас делают уроки дети. Негде жить. Многодетную пермскую семью выселяют из маневренного фонда. Коротко о главном. В Перми проходит мини-фестиваль американского документального кино. Визит президента России Владимира Путина в Пермь, который ожидался 24 ноября, не состоится. По имеющейся информации, причиной отмены стало другое, более значимое мероприятие. Газета «Коммерсант Приками» со ссылкой на источник в администрации губернатора сообщает, что президент посетит наш город в другие сроки. Напомним, в предстоящий вторник в Перми должно было состояться заседание Госсовета России по проблемам импортозамещения с участием главы государства. Улитка против Платона. Дальнобойщики по всей стране продолжают участвовать в протестных акциях. Напомним, их не устраивает введение платного проезда для большегрузов массой выше 12 тонн по федеральным трассам. Всероссийской акцией под названием «Улитка» присоединились и пермские водители. Собравшись за Красавинским мостом, они проехали по западному обходу Перми с минимальной скоростью, создав пробку длиной 7 километров. Подробнее расскажет Евгений Гуляев. Девять часов утра. Западный обход. Легковые автомобили начинают скапливаться вблизи Красавинского моста недалеко от отворота в микрорайон Заостровка. Тут же экипажи ГИБДД и полиция. Водители легковушек – пермские дальнобойщики. Они присоединились к общероссийской акции «Улитка». Суть ее – проезд в колонне с включенной аварийкой в правой крайней полосе со средней скоростью 10 километров в час. Всем протестующим в точке сбора мест на обочине не хватило. Госавтоинспекторы начали выписывать первые штрафы. Товарищ инспектор, расскажите, пожалуйста, штрафовать будете? Конечно. Нарушение правил стоянки и остановки запрещено. Стоять в два ряда за пределами населенного пункта. То есть все, кто здесь стоят? Все, кто стоит вторым рядом, будут привлечены к административной ответственности. Но этот факт желающих участвовать в акции не остановил. Автомобили один за другим продолжали подъезжать в точку сбора. Наша позиция в том заключается, чтобы отменили полностью этот побор. Это не налог. Напомним, с 15 ноября за передвижение по федеральным трассам с большегрузов массой свыше 12 тонн взымается особый сбор, который, по мнению чиновников, должен компенсировать вред, наносимый дорогам большегрузами. Новая система взымания платы носит название «Платон». До 1 марта 2016 года километр обойдется в 1 рубль 53 копейки. Затем в течение двух лет будут взымать плату 3 рубля 6 копеек. Грузоперевозчики уверены, что такой налог не лучшим образом скажется на всех жителях страны. Начиная с резкого роста цен в магазинах, заканчивая ростом числа безработных. Нововведения многие просто не потянут. Вы посмотрите, вокруг стоят все мужики, которым за 50-50 подходят. И что? Мы сейчас должны машины продать. И кто нас на работу возьмет? Да их и не купит. Да даже ладно, их никто не купит. Просто нас никто на работу не возьмет. Получается, вот сейчас полтора миллиона человек останутся за бортом. А это 1% населения России. А еще семьи. И что? А плюсом еще диспетчера, фирмы-перевозчики, кто этим занимается? Это снежный клуб. Давайте. 11 ноября пермские грузоперевозчики уже выезжали на фурах на трассу. В акции приняли участие до 100 большегрузов. После вступления новой системы оплаты в законную силу 15 ноября в рейсы не вышли до 40% дальнобоев по всей стране. Сегодняшняя акция также прошла во многих городах России. И, к сожалению, в Тверской области завершилась трагедией. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил толпу дальнобойщиков, бастующих на обочине трассы. Один человек погиб, трое пострадали. Грузоперевозчики намерены отстаивать свое дело. Митинги в регионах страны будут продолжаться. В Перми санкционированный пикет запланирован 23 ноября. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Обедом с сюрпризом заинтересовались в Государственной Думе. Там требуют провести проверку массового отравления студентов и преподавателей в Пермском педуниверситете. Запрос в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор направил депутат и член Комитета по образованию Владимир Бурматов. Напомним, о факте отравления стало известно накануне. Еда была приготовлена в буфете пятого корпуса вуза. По уточненным данным, плохо себя почувствовали 25 человек. Пяти потребовалась госпитализация. Парламентарий считает, что налицо явный недосмотр администрации университета за качеством продуктов и организации питания. Если ректоры вуза впускают в университеты непонятно кого, сдавая свои площади и производственные мощности пищеблоков в аренду, получая за это деньги, арендаторы при этом кормят студентов и преподавателей помоями, после чего те оказываются на больничных койках. Это ненормальная ситуация. Мы не имеем права ставить под угрозу здоровье студентов в угоду чьих-то интересов. Депутат подчеркнул, что подход к организации питания в учебных заведениях в целом нуждается в серьезной корректировке. И это, по его мнению, должно быть задачей федерального министерства, являющегося учредителем большинства вузов. Но Минобор очевидно дожидается, чтобы еще больше студентов оказалось на больничных койках, заключил парламентарий. Добавим, что буфет сети «Сто ловая», где произошло отравление, продолжает работать. Но сегодня в главный цех приготовления пищи приехали с проверкой сотрудники санэпидемстанции. Сотрудники полиции и миграционной службы провели рейды по двум крупным рынкам Перми. Выявляли нарушения миграционного законодательства. Так, на рынке Прикамье, больше известном как Китайский, для дополнительной проверки задержаны почти 400 человек. Из них 286 иностранных граждан. Несколько нарушителей оштрафовали. Один из задержанных находился в федеральном розыске. А накануне рейд прошел на территории центрального рынка. Оттуда в отделы полиции были доставлены 205 мигрантов. Шестерым из них грозит штраф и депортация. В настоящее время все документы переданы в управление Федеральной миграционной службы, в которой уже, соответственно, и будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности данных граждан. Вплоть до выдворения за пределы Российской Федерации. Скоро будет негде жить. Многодетную пермскую семью погорельцев просят покинуть жилье, предоставленное из маневренного фонда. Семейство может переехать разве что в глухую деревню, где у них есть необустроенный дом площадью 29 квадратных метров. В ситуации разбиралась Евгения Караксина. Без собственного жилья Леонтьевы остались в 2009 году. Их частный дом сгорел. Тогда погиб ребенок. Земля, которая была под домом, отошла муниципалитету. А людям предоставили двухкомнатную квартиру в маневренном жилом фонде. Здесь у нас делают уроки дети. По очереди? Да. То есть один здесь, один здесь. Тут побольше места. Кто-то здесь делает. Вот здесь все спим. На днях главу семейства уведомили о необходимости сдать ключи от казенного жилья, поскольку все сроки временного предоставления крыши над головой вышли. Сейчас по факту многочисленным членам семи Леонтьевых, а это ни много ни мало 11 человек, некуда податься. Хотя у них есть дом, который они приобрели на материнский капитал. Но он находится в глухой деревне, где поблизости нет ни больницы, ни школы. А там 29 квадратных метров. У нас 11 человек. Получается, у нас как бомжи вселили сюда. Раньше какой-то шанс был, чтобы у нас квартиру какую-нибудь дать, прописку. А сейчас у нас, как будто все остальные жители, поселились, в любой момент съехали. Сейчас в неблагоустроенной двушке китятся 9 детей. При этом родители вскоре ждут появления 10-го ребенка. Леонтьевы надеются, что государство все же поможет им улучшить жилищные условия. По три человека заходят. Один с этой стороны, другой с этой, другой с этой. Накормила партию, отправила вторая идет. Уже на готове. Посуду помыть – это целый ужас. Воды нет. В управлении жилищных отношений администрации Перми пояснили, согласно жилищному кодексу, помещения маневренного фонда предоставляются максимально на один год. Погорельцам Леонтьевым и так пошли навстречу, продлевали сроки пребывания, пока семья не решит свой квартирный вопрос. Покупка дома в деревне и стала основанием для отказа в дальнейшем предоставлении жилья из маневренного фонда. Оснований для предоставления семье жилья по договору социального найма у управления жилищных отношений администрации Перми также нет. Для того, чтобы встать на жилищный учет, семья должна быть признана нуждающейся, то есть иметь площадь жилых помещений на каждого члена семьи ниже нормы. Для Перми норма это 12 квадратных метров. На сегодня семья на жилищный учет не вставала. Список всех необходимых документов есть на сайте городской администрации. Поэтому вопрос у главы семьи Анатолия Леонтьева пообещали проконсультировать в департаменте жилищных отношений. Евгения Караксина, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Изъяны в ремонте вскрылись в одночасье. В деревне Бортым Березовского района обрушилась часть бетонной конструкции автомобильного моста. К счастью, никто не пострадал. В Бортыме проживает около 100 человек, половина на одном берегу речки, половина на другом. Так как альтернативы нет, местные жители рискуют и продолжают пользоваться полуразрушенным мостом. Школьный автобус, к примеру, останавливается за несколько метров и родители переводят детей за руку. Отметим, что сооружение ветхим не назовешь. Переход возвели в 2003 году, а в 2010 капитально ремонтировали. Местные жители в интервью нашим коллегам кунгурскому информагентству FM-видео предположили, почему не выдержал мост. Когда мост ремонтировали, все здесь продавали. И цемент, весь строительный материал. А что осталось, из того слепили, как говорится. Людям пообещали снова отремонтировать мост, но только летом. И за счет урезания других статей скромного бюджета поселения, таких как освещение улиц и содержание дорог. Зимний мост простоит. Будет весну, должен вытерпеть. Но в течение лета 2016 года надо будет этот мост ремонтировать. В пределах полутора миллиона. Всевидящее ОКО следит за нерадивыми автолюбителями. В Перми продолжаются совместные рейды сотрудников ГИБДД и представителей дирекции дорожного движения. Оперативно выявлять нарушителей правил парковки помогают камеры видеонаблюдения, установленные на многих улицах города. Подробнее расскажет Евгений Гуляев. Перекресток улицы Пермской и Комсомольского проспекта. Ежедневно здесь, нарушая правила стоянки и остановки, паркуются десятки машин. Но нарушать долго не дает. Подъезжает эвакуатор, действия которого координирует экипаж сотрудников ГИБДД и представителей дирекции дорожного движения. В задачу совместного рейда сотрудников ГИБДД и представителей Пермской дирекции дорожного движения входит прочесывание центра города на наличие нарушителей правил парковки. Помогает им в этом уличное видеонаблюдение. Скрыться нарушителю от всевидящего ОКО будет не так-то просто. В Перми таких камер установлено более 200. Совместный рейд осуществляет два экипажа. Такое сотрудничество продолжается уже более полугода. Если на камерах видно нарушителя, звонят нам, то есть там нескольким экипажам звонят. Мы туда приезжаем, уже смотрим, если он есть. То если водителя нет, мы машину забираем. Если же владелец находится в машине, то ему выписывается штраф за данное нарушение. Вот и пермяк Артем на авось бросил свою ласточку на пару минут под запрещающий знак. Вернулся, а ее уже нет. Я оставил на пять минут, забежал в офис по делам. Вот и все. То есть быстро работал? Конечно. Штраф за нарушение правил стоянки остановки варьируется от 500 до 5000 рублей. В среднем на эвакуацию одного автомобиля уходит около пяти минут. А вот и крупная рыба попалась. Порше Каен. Правда, владелицы или владелица авто так не появились. Теперь будет искать свою ласточку на штрафстоянке. Ежедневно за нарушение правил остановки и стоянки эвакуируется от 30 до 50 единиц транспортных средств. Это лишь те, которые не успел подойти собственник. Это те, которые были нами эвакуированы. В разы больше тех водителей, которые привлекаются за нарушение правил остановки и стоянки. В ГИБДД предупреждают с приближением новогодних праздников. Контроль за порядком на улицах города будет ужесточен. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Балетный коллектив Пермского оперного отправился на гастроли в Европу, несмотря на неспокойную обстановку там. За рубеж наши артисты везут лучшие и масштабные спектакли классического репертуара. С 18 по 22 ноября Пермяки работают в Дублине. На сцене театра Board Guys Energy они показывают спектакль Ромео и Джульетта в хореографии британского балетмейстера Кеннета Макмиллана. В издании Irish Times уже назвали выступление Пермяков одним из главных культурных событий этого года в Ирландии. А с 29 ноября по 3 декабря артисты продолжат гастроли в арабских странах. В государствах Оман и Бахрейн они представят публике постановки «Бахчисарайский фонтан» и «Жизель». Сразу после возвращения из гастрольного тура танцовщики приступят к репетициям премьеры «Лебединого озера». Коротко о главном. Мини-фестиваль документального кино США проходит в нескольких городах России, в том числе и в Перми. В программе всего три ленты и их герои – обычные люди, которые смогли преодолеть невыносимые обстоятельства. С режиссером одной из картин побеседовала Юлия Языкова. Кино «Американская медсестра» во многом разрушает стереотип о благополучной жизни на Западе. В фильме пять героев. Все они занимаются медицинской помощью. Кто-то спешит к жителям горных районов Северной Америки. Кто-то помогает умирающим онкобольным. Одна из медсестер устроила для своих пожилых подопечных анимал-терапию – общение с животными. Другая ухаживает за пациентами, которые отбывают срок в колонии строгого режима. Автор фильма – режиссер-документалист Кэролин Джонс говорит, у всех этих очень разных людей есть общие черты, которые ее поразили. «Больше всего меня удивила способность медсестер и медбратьев не осуждать своих пациентов, а ведь они сталкиваются с очень разными людьми. Например, заключенными, которые совершили преступление, но при этом относятся к ним просто как к пациентам. Они всегда открыты и готовы помочь. Что меня также интересовало, как люди с очень скромным достатком, которых в нашей стране очень много, получают медицинскую помощь». Герой фильма «Рывок» стал знаменит на весь мир благодаря изобретению самоката с электродвигателем «Сигвея». Дин Кэймен презентовал свою разработку в 2001 году. Она стала модной и популярной на Западе. Он же создал «Айбот» или «Шагающее кресло». Приспособление для людей с ограниченными возможностями здоровья способно передвигаться по ступеням, преодолевать дорожные бордюры. Одна из самых недавних разработок Дина Кэймена – система очистки воды. Это устройство способно отфильтровать любую жидкость, вплоть до сточных вод. «Я знаю Дина Кэймена. Это удивительный человек, очень энергичный. Он не просто хороший изобретатель и менеджер. Он энтузиаст своего дела. Для него на первом месте не деньги, а проект, идея, стремление решить проблему. И он ищет способы решения». Жизнь, вопреки невыносимым обстоятельствам, изобретения, которые удивили мир. Таковы темы документальных фильмов, которые привезли в Перми, США. Посмотреть их можно в кинотеатре «Премьер». Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.